МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Моя работа соединять комфорт и роскошь, практичный желаемый", сказала как-то американский модельер Дона Карен. Ну а моя работа, уважаемые телезрители, рассказывать вам, как достичь комфортной жизни. С вами Ольга Пырочкина и в этом выпуске. Новый вариант решения квартирного вопроса. Как в Чувашии будут развивать рынок арендного жилья? Под крышей дома твоего, как идет капитальный ремонт многоквартирных домов в Канаше? Желание плюс инициатива равно новому двору, как работает программа формирования комфортной городской среды. Ипотека и арендное жилье. Так называется новый приоритетный проект для развития жилищного строительства в России. Если и перед вами стоит квартирный вопрос, то следующий сюжет для вас. Наша сотрудница, режиссер телевидения Антонина планирует жить отдельно от родителей. Однако вариантов у молодого специалиста, который относительно недавно начал самостоятельно зарабатывать, немного. На ипотеку у меня нет средств, потому что там нужен сначала приличный первый вклад, а у меня таких средств на данный момент нет. А если снимать квартиры, то нет доверия, и ту же самую сумму можно отдавать действительно на ипотеку. И вкладываться в чужое не хочется, когда можно вкладываться в свое. И плюс в любой момент тебя могут попросить выехать. Как раз для тех, у кого такие же обстоятельства, как у Антонины, строится дом по улице Магнитского в Чебоксарах. Ипотечная корпорация осуществляет строительство жилищного комплекса «Южная звезда». И первая позиция этого комплекса, получается, строится в рамках проекта «Ипотека-арендное жилье». То есть квартиры в этом доме будут сдаваться в аренду. По минимальной стоимости арендной платы – 220 рублей за квадратным метром. Таким образом, снять квартиру можно будет ориентировочно за 5,5 тысяч в месяц. Причем квартира будет уже полностью готовая, с ремонтом. Можно будет сразу же заселиться. И также есть возможность выкупа этой квартиры в дальнейшем и оформить право собственности уже на нее. В отличие от других госпрограмм по улучшению жилищных условий, которые рассчитаны на определенные категории граждан, например, молодые семьи или тех, кому по нормам не хватает квадратных метров. Здесь нет никаких ограничений. Заселиться в такую квартиру может любой желающий. Договор с квартиросъемщиком планируют заключать минимум на 5 лет. Вы знаете, что у нас в республике раньше строился государственный жилищный фонд коммерческого использования с достаточно большой популярностью. То есть эффективность свою большую показала. Поэтому мы хотим попробовать реализовать именно уже коммерческий проект, который позволял бы людям арендовать жилье уже без участия государства, чтобы сами коммерческие организации в этом были заинтересованы. Что касается первого застройщика, который начал строить в республике дома под программу ипотечной корпорации, то после сдачи первого объекта по улице Магнитского компания планирует начать строительство еще трех домов, также с квартирами под аренду. Попытались поджечь доски и залезли на крышу мы с нашим телеоператором. Не из хулиганских побуждений. Так мы проверяли, как идет капитальный ремонт в многоквартирных домах Канаша. О том, почему такими способами, далее. Шифером шурша крыша с этого дома уже не сползет. В рамках программы капитального ремонта кровлю этого дома и ряда других домов Канаша меняют. Подрядчик дает гарантию минимум на пять лет. Ну а дальше все будет зависеть от эксплуатации. Замена кровли – один из самых популярных видов работ, предусмотренных программой капитального ремонта. Специалисты говорят, именно от нее часто зависят состояние всего дома. Если крыша протекает, то вода, проходя по стенам, по перекрытиям, ускоряет износ здания. А когда в доме сухо, крыша влагу не пропускает, соответственно, и фасад сохраняется, и несущие стены. Около дома номер 39 по улице Ленина в Канаше мы застали любопытный процесс. Происходит сейчас огнебиозащита от древесины. Это препарат НИК-09, сухой порошок, который разводится в воде. И в ванной, в этой ванной, видите, как опускается древесина, замачивается. Она должна, по требованиям пожарной инспекции, не воспламеняться. Я точно не могу сказать, сколько минут, но она должна держать огонь. Что ж, огонь у нас нашелся. Мы не могли не проверить слова специалиста на деле. Сейчас мы попробуем поджечь обработанные доски. Ну, вот щепку, например. Ну, что, как видно, действительно не загорается. Двигаемся дальше. 54-й дом по улице Пушкина стоит уже 63 года. И, судя по программе, должен простоять еще столько же. Ремонт фасада здесь запланирован аж на 2042 год. Но в 2017-м, как и в предыдущем доме, кровля. Что очень кстати отмечает жительница Наталья Александровна. Крыш кроет, да, это очень хорошо. Тем более таким материалом. Вообще это здорово. Ну, прям довольны. Довольных капитальным ремонтом с этого года вообще должно стать больше. В этом году у нас абсолютно новая система подбора подрядчиков. То есть двухэтапная. Первый этап – это когда мы выбираем подрядчиков в специальный реестр квалифицированных организаций, которые имеют право пройдить капитальный ремонт. Эту работу делает министерство. Уже потом, когда проводятся торги на непосредственном выполнении работ на объектах, на домах, в этих торгах имеют право участвовать только те организации, которых мы отобрали. Кроме того, перед началом работы все проекты проходят государственную экспертизу. Это должно отсеять недобросовестных подрядчиков, которые любят завышать цены. Двор своей мечты получат жители нескольких домов по улице Максима Горького в Чебоксарах. Так работает федеральный проект формирования комфортной городской среды. Тротуары разрушены. Вместо детской площадки – трансформаторная будка. Это один из дворов по улице Максима Горького в Чебоксарах. Наш двор достаточно давно нуждается в том, чтобы реконструировать дорогу, дорожное покрытие. Потому что детки у нас разбивали тут коленки, дышали пылью, цементом. Ну и, собственно, сама площадка, которая у нас есть, требует изменений существенных. Когда жители услышали про программу формирования комфортной городской среды, провели собрание собственников, оформили заявку на участие в программе. Сейчас им уже представили дизайн-проект их будущего «Двора мечты». В нем предусмотрены ремонт проездов и тротуаров, установка светильников. А на месте заброшенного здания должна появиться современная баскетбольная и волейбольная площадки. Цель данной программы – благоустройство здоровых территорий. И к нам поступают периодические заявки от жителей нашего города, нашего района, о том, чтобы мы им помогли благоустроить здоровую территорию. И сегодня как раз это очередной двор Горького, 26. Сегодня здесь, на данном мероприятии, мы обсуждаем уже проектное решение. То есть мы именно хотим услышать мнение жителей данного дома. Теперь проектировщикам предстоит учесть пожелания и замечания жителей. Например, ограждение детской площадки от внутриквартальных проездов. Итоговый проект благоустройства дворовой территории разместят на сайте администрации Московского района Чебоксар. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин